Татьяна Мужицкая. Брать, давать и наслаждаться. Читает автор. Ну, то есть я. Предисловие. Что такое БДН? Вот одно из чудес, творимых любовью. Она дает очарованному ей человеку силы смотреть на мир, не разочаровываясь. Клайв С. Льюис. Я чувствую, что, падая в груди, становится холодно и пусто. Ноги подкашиваются. Директор моей тренинговой компании Макс Дранко обреченно повторяет. Ну, понимаешь, я проанализировал ситуацию с ковидом. Все очень серьезно, гораздо серьезнее, чем ты думаешь. Поэтому мы ставим наш тренинг-зеркало на паузу. Мы не будем его проводить, пока пандемия не закончится. Понимаешь? Мир на мгновение затягивает влажные перена. И в следующую секунду щеки горячеют от слез. Я начинаю рыдать. Просто рыдать, как потоком просто, каким-то водопадом. Так я вообще, наверное, никогда себя не веду. Макс ошалело на меня смотрит, и он такой реакции точно не ожидал. Я от себя, если честно, тоже не ожидала такой реакции. Ты чего? Он округляет глаза. Я же за тебя волнуюсь, за твое здоровье. Я уберечь тебя хочу. Так ты меня не убережешь. Так ты меня только угробишь. Я задыхаюсь. Тренинги наполняют мою жизнь смыслом. Понимаешь? Тренинги — это вообще вся моя жизнь. А ты хочешь меня их лишить? Я пытаюсь сдерживать рвущееся наружу рыдание и не могу. Послушай, Тань, Макс старается говорить вкратчиво. Это, понимаешь, слишком опасно и для тебя, и для участников. Но я не хочу его слушать, потому что тренинги — это вся моя реальность. Я ими живу, я ими дышу. И что? И как? И где мне теперь брать кислород? Чем? Чем мне дышать и чем мне жить? Тогда, в начале пандемии, я не была одинока в своем отчаянии. Похожие чувства испытывала, наверное, добрая половина страны. Да что там страны? Планеты, я бы сказала. Человек — вообще удивительное существо. Когда у него полно энергии, силы, здоровья, ему не приходит в голову даже задумываться о том, где и как восполнить израсходованный ресурс. Правда? Ну, потому что прямо сейчас и здесь он же у него есть. Мы много лет жили в режиме свободы действий, перемещений, принятия решений, ну и привыкли, естественно, к этому. Буквально три года назад жизнь была просто невероятно хороша. Это я заявляю как 49-летний человек, которому есть с чем сравнивать. Пожалуй, это было вообще лучшее время в новейшей истории нашей страны, а почему бы и да. Кто-то заряжался на работе, самореализация, дружный коллектив, улыбки, флирт, там покурили, поругались, вообще бурдая жизнь. Кто-то черпал силы в путешествиях, заработал денег, смотался в Ниццу или в тайны неделю. Нам казалось, что теперь будет только так и никак иначе. Люди играли из жизни, мечтали, строили планы, публиковали в соцсетях списки целей, да? Было дело? Вот. Но все изменилось. Ноу-путешествия, ноу-корпоративы, все источники наполнения, рестораны, кинотеатры, спортзалы, бильярдные и прочие клубы по интересам оказались прикрыты в одно мгновение. Помните это время? Самоизоляция. И все. Ну что, с чем мы остаемся? Два ребенка, три кота, четыре стены. Жизнь нас к такому точно совершенно не готовила. Вообще никогда. И где брать ресурсы? И как себя наполнять? И откуда вообще взять силы на то, чтобы снова сделать жизнь комфортной? Все привычные схемы и подпитки рухнули в одно мгновение. В воздухе повис стойкий запрос на то, чтобы встряхнуться, оживиться, обновиться, справиться с выгоранием, преодолеть кризис в отношениях, найти, в конце концов, новые источники энергии. Но в каком-то плане это экзистенциальная мировая история. Человечество приблизилось к состоянию реальности из мультика Валли. Помните такой мультик? Видимо, мы достигли уже той степени ожирения, когда Вселенная решила пнуть нас просто с комфортных диванчиков со словами «Люди», «Жить завтрашним днем глупо». А в новой реальности мы не знаем, что будет завтра, и не можем знать. И речь, конечно, не о падающих кирпичах, а буквально об отсутствии возможности строить планы. Купили билеты в Турцию? Забудьте, границы закрываются. Хотели отпраздновать день рождения с родителями? Откажитесь. В их городе резкий всплеск заболеваемости не стоит подвергать стариков опасности. Мы больше не можем опираться на план. Теперь опорой становятся только собственные силы и связь с внешним миром, с людьми, природой и временем. В наших силах окружить себя доступными источниками энергии, создать свой микромир, микросадик и стать его садовниками. Ну вот, в этой книге я и расскажу, как это сделать. Как вернуть себе равновесие здесь и сейчас, не прибегая к проверенным средствам вроде походов в кино на бокс или в бар? Мы будем обращаться только к тем ресурсам, которые есть в нашем распоряжении всегда. Мы будем создавать внутренние опоры, которые никто и никогда не выбьет, потому что они часть нас. И все это мы сделаем, как я люблю, как, правильно, легко и радостно. Это с книги в книгу я буду повторять и никогда не перестану, мне кажется. В этом основу предлагаемый, собственно, мной концепция БДН, которая переводится как «брать, давать и наслаждаться». Если у вас какие-то другие возникли ассоциации, это не ко мне. Именно эта концепция БДН позволит нам без труда находить и получать энергию, даже если все вокруг летит к чертям. И концепция эта до безобразия проста. Ну, я считаю, что вообще работают только простые схемы. Чем сложнее схема, тем больше надо энергии на то, чтобы ее познать и использовать, а значит, как правило, она будет сделана идеально и никогда. И вообще, чтобы жить и радоваться, необходимо только две вещи. Во-первых, жить, а во-вторых, радоваться. Хэштег из подсмотренного. Ну вот, именно так. Я предлагаю вам, дорогие слушатели, научиться брать, давать и наслаждаться. Кто скажет, слишком просто? Ну, не совсем. В каждое из этих слов я упаковала целую систему психологических практик, если хотите. Мы шаг за шагом и день за днем, глава за главой, будем изучать самих себя, своих близких, свое пространство и извлекать из неожиданных, доступных нам в каждую минуту буквально мелочей, массу энергии для жизни и счастья. Что брать? Кому давать? Чем наслаждаться? Давайте вместе пройдем этот путь и найдем ответы на все эти вопросы. Как это сделали более 500 участников одноименного марафона, который мы провели осенью 2020 года. В спирали брать, давать и наслаждаться с нами кружились люди со всего мира, всех социальных слоев в возрасте от 18 до 73 лет. Ну, это были в основном женщины, но и мужчины там были тоже. И я до сих пор получаю огромное количество писем благодарности. Это, конечно, дико приятная сторона жизни автора. Потому что метод работает. Каждый из участников марафона сделал бы Дэн частью своей жизни, чем навсегда изменил ее. Будем считать, что они насовсем остались здесь, в ваших наушниках. Ну, подобно мухе в янтаре. Чтобы нам было проще понять, как еще это может работать. Вы узнаете обратную связь, которую дали участники марафона, если вы читали бумажную книгу то по курсивному шрифту, но в нашем аудиоформате по вот такому звуку. Если вы слышите этот звук в начале и в конце сообщения, это означает, что это цитата кого-то из участников марафона. Мне кажется, нам просто будет это понять. Разберемся же. Так как выборка вполне репрезентативна, мы, опираясь на свой антинаучный подход, считаем, что теория на практике успешно проверена. Проверена, мин нет. И да, я, кстати, это проверила сама. Ну и что еще вам сказать на эту тему? Да, я это проверила сама, на себе. Я сапожник в сапогах, вот. Я проверила это на себе, и действительно вся моя жизнь изменилась. Помните же, в чего все началось, да? С падения в пропасть во время пандемии. Так вот, именно новые опоры не позволили мне провалиться. Я прошла, и, естественно, все еще прохожу круги БДН, открываю новые грани самой себя и этого мира. И честно делюсь этим с вами. Красной нитью в тканитой книге вплетена, никогда не думала, что я это вообще когда-нибудь скажу, история моей любви. Это одна из самых сильных опор. Она родилась, росла и проходила все стадии развития вместе с концепцией БДН. Да, я, конечно, психолог, да, но, блин, ну, психологи тоже люди, вот. Никак по-другому я не могу это объяснить. История-то продолжается, и я ее проживаю прямо сейчас, пока работаю над рукописью, и прямо сейчас, пока вот начитываю, она продолжается. И я понятия не имею, если честно, что с этой историей будет на момент выхода книги, или на тот момент, когда вы слушаете ее. То есть я нахожусь, в общем-то, ну, если честно, в довольно уязвимой позиции, без всяких гарантий. Ну, а с любовью иначе никогда и не получается. Так что, товарищи, в общем, если вам краснею прям, если вам хочется романтической комедии, каковой стала моя жизнь во время работы над книгой, то вы можете купить бумажную версию книги и читать там только выделенный оранжевым цветом текст. Ну, и не пудрить себе мозги прочими заморочками. Ну, или наоборот, там оранжевые буквы пропускать и идти строго по теории и практике. Но мы же с вами находимся на территории аудиоверсии книги. А, значит, у вас нет выбора. Да, и вам придется слушать все эти мои романтические бредни, потому что я их считаю совершенно прекрасными. А узнаете вы их вот по такому звуку. Вначале и в конце. Вы увидите, как с каждой главой меняется жизнь автора. То есть меня. Как изменяется жизнь участников марафона БДН. Возьмете себе открытия, которые они совершили на этом пути. Возьмете себе эти простые практики и внедрите их в свою жизнь. И тогда вы сможете увидеть, как вдруг преображается мир вокруг вас. Я уверена, что вы обязательно это увидите. Наверняка что-то из того, что я вам буду говорить, вы уже давно знаете. Но ничего удивительного. Я же не первооткрыватель. Я вообще-то популяризатор. И судя по тому, что читатели пишут о предыдущих моих книгах, у меня это получается очень даже хорошо. Поэтому я продолжу придерживаться выбранного направления. Популяризировать и интерпретировать уже существующее знание. Ну и зову вас, конечно же, с собой. Тем более, что обычно, когда мы с вами вот в таком диалоге находимся, это происходит легко и радостно. Ну, раз, два, три, поехали! Будь доволен новизной. На самом деле, очень просто на этом свете люди жить. Вы просто правил не читали, нажали сразу «I agree». Стишки-пирожки. Часть первая. Заготовки. Здесь мы с вами поговорим о том, откуда взялась концепция БДН, как я нашла ей подтверждение на практике и что нужно сделать, чтобы подготовиться к работе с нашей аудиокнигой. Глава первая. Байкал дает совет или рождение концепции. Альхон. Август 2020 года. Я лежу в гамаке и, не отрываясь, смотрю в небо. Оно такое большое, попрошусь, возьмет на ручки и покачает. Маленькая рыжая девочка внутри меня растекается усталостью. Ей хочется плакать. Этот остров — место моей силы. Здесь я питаюсь от всего, от земли, от воды, от ветра, от деревьев, облаков. Подключаюсь к каждой доступной вселенской розетке, а их там много. Ну, зачем? Чтобы потом заряжать других, конечно. Даже когда весь мир летит в тартарары, это моя работа. Вся моя жизнь — работа. Работа с людьми. Давно еще, лет с 18, наверное, моя реальность строится вокруг нее. Все мои друзья из психологии. Вместе со вторым мужем я вела тренинги. Да, работа у меня, конечно же, фантастически прекрасная. Она вообще, если честно, самая лучшая на свете. Но все же... Все же... Я вдруг осознаю, что я не умею жить вне работы. Ну, просто так, для себя. Не умею. И слезы текут по щекам, смешивая весь мир вокруг в одно бесконечное полотно звездного неба. Набухшие звезды срываются с места и медленно падают, оставляя золотистый след. Мелкие звездочки вспыхивают и исчезают в мгновении ока. Ну, как вот тут успеть загадать желание? А я вообще чего желаю? Ах... Чего тебе хочется, Танечка? А хочу я... Любви. Да, вот любви хочу. Хочу любить. Хочу снова этот бесконечный источник вдохновения и силы. Хочу весной и крылья, в конце концов. Я вообще уже забыла как это. Я заархивировала после развода все файлы вообще с таким названием. Положила на себя болт. Это было 10 лет назад. Но вообще хочу я именно этого. Это правда, вот если искренне. Хочу любить так, как будто это вообще последний миг на земле. И чтобы мои чувства были взаимны, хочу. Вот. Чтобы для него, например, это время со мной было таким же ценным, как и для меня с ним. Чтобы мы захлебывались в резонансе направленных друг на друга любящих глаз. Ну можно же так? И чтобы мы еще наговориться не могли никогда. Чтобы нас вообще вот физически друг к другу влекло, прямо иррационально, и неостановимо. Ну можно же! Почему никогда мне это в голову не приходило? Вот. И еще что важно, да. И, пожалуйста, Вселенная, пусть это будет легко. Можно? Очень легко. Дорогая Вселенная, вот-вот, вот таких отношений хочу. Пожалуйста, можно для меня? Не для работы, а для радости. Ну правда, вот хочу отношений для радости. В любви. Можно? Конечно, можно. Вдруг отвечает мне Байкал. «Ой, это что, это мне показалось?» Плачу, смейся, снова слышу я незнакомый на такой родной и сильный голос. Открывай сердце для любви и для всего мира, и да пребудет с тобой счастье. Ведь рецепт прост, и ты его знаешь. Брать, давать и наслаждаться. Больше ничего не нужно. И тут я вернулась в реальность. Скоро рассвет, и как это я вообще умудрилась уснуть в гамаке, на ветру. Но так было хорошо, на ручках у Байкала. А я, кстати, любое загадывала во сне или наяву. Я что-то не помню. И почему на этот запрос такой странный был мне дан ответ? Брать, давать, наслаждаться. Катаю я вот так сейчас на языке эти слова. Брать, давать и наслаждаться. Брать, давать и наслаждаться. БДН какой-то. Что это такое? Хм. Ну и, кстати, вот мое желание, оно ведь не про замужество. И оно ведь даже не про мужчину. Оно про наслаждение. Оно про энергию. Про то, что я хочу находиться в сильном чувстве. И тогда все вокруг обретает совсем другой смысл. Только я, несмотря на то, что я фея, можно понятия не имею, как такое желание исполнить, если честно. Как будто бы его реализация лежит за пределами моей ответственности от слова «совсем». Я могу своими руками построить дом, заработать денег, придумать курс, сочинить стихи, накормить детей, могу организовать обучение. Вообще много всего могу. Вообще дофига всего могу. А тут, ну... Ну как будто вот история любви это больше меня, и я не в силах ей распоряжаться. Во всем этом, конечно же, есть смысл. Моё бессознательное неспроста выдало такое решение, и теперь задача сознания разобраться в нём. Ну что ж, поиграем с Дмитрием Ивановичем Менделеевым. Попробую превратить полученное послание в систему. Ему же тоже система приснилась. Вот и мне система приснилась. А расшифровывать-то надо её наяву. Так. С того дня фокус моего внимания безвозвратно сместился. В последующие дни на Ольхоне мой инженерный мозг погрузился в переработку информации. Беру ли я? Даю ли я? Говно ли я? Ой, нет, не сюда, простите. Наслаждаюсь ли я? А, интересные вопросы вообще так-то. Получать удовольствие я умею. На все сто наслаждаюсь жизнью, работой и людьми. А точно умею?